Всем привет! Поговорим о способах управления массами. Итак, Наам Холмский. Управление поведением человека – одна из первоочередных задач государства. Правда, нужно понимать, что государство создают его граждане с целью согласования своих же интересов, но государственная или политическая власть обретает свои собственные интересы, и ее первоочередной задачей становится управление теми, кто ее избрал. И содержит с целью тривиального самосохранения. Если люди начинают проявлять недовольство текущей политикой, которая проистекает из узкокорпоративных интересов властной верхушки и их доверенных лиц, то во избежание насилия над народом противостоять этому можно только пропагандой, инструментом, который выступает СМИ. Наам Холмский, профессор языкознания в Массачусетском технологическом институте, лингвист, философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик, составил список 10 способов манипулирования с помощью средств массовой информации. Итак, способ номер первый. Отвлечение внимания. Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями. Прием отвлечения внимания весьма существенен для того, чтобы не дать гражданам возможности получать важные знания в области современных философских течений, передовой науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики. Взамен этому информационное пространство наполняется вестями спорта, шоу-бизнеса, мистики и прочих информационных составляющих, основанных на реликтовых человеческих инстинктах, от эротики до жесткой порнографии и от бытовых мыльных сюжетов до сомнительных способов легкой и быстрой наживы. Цитата. Постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты, и у них не оставалось времени на размышления. С поля в загон, как и все прочие животные. На Мхомске цитата из книги «Тихое оружие для спокойных войн». Способ номер два. Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения. Данный метод также называется «Проблема-реакция-решение». Создается проблема, некая ситуация, рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную реакцию среди населения. С тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам. Например, допустить раскручивание спирали насилия в городах, или организовать кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности, и проведение политики, ущемляющей гражданские свободы. Или вызвать некий экономический, теористический или техногенный кризис, чтобы заставить людей в своем сознании принять меры по ликвидации его последствий, пусть и в нарушениях социальных прав, как необходимое зло. Ну, нужно понимать, что кризисы сами не рождаются. Либо создать экологическое бедствие на бассейне определенной реки, и заставить людей эмоционировать, выгонять их на разного рода мероприятия, которые не санкционировали и прочее, прочее. Способ номер три. Способ постепенного применения. Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять ее постепенно, день за днем, год за годом. Именно таким образом были глобально навязаны принципиально новые социально-экономические условия. Неолиберализм. В 80-х и 90-х годах прошлого века. Сведение к минимуму функций государства. Приватизация. Неуверенность. Нестабильность. Массовая безработица. Заработная плата, которая уже не обеспечивает достойную жизнь. Если бы все это произошло одновременно, то наверняка привело бы к революции. А этот способ, добавлю от себя, еще имеет такую характеристику, формулировку, как еврейский фашизм. То есть капелька за капелькой, потихонечку, потихонечку, медленная, на полоборота затягивания гаек. Далее. Способ номер 4. Отсрочка исполнения. Это другой способ продавить непопулярное решение. Заключается в том, чтобы представить его в качестве болезненного и необходимого. И добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем. Во-первых, потому что это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому что народ в массе своей всегда склонен лелеять наивные надежды, на то, что завтра все изменится к лучшему, и что тех жертв, которых от него требуют, удастся избежать. Это представляет гражданам больше времени для того, чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время. Такой некий эффект лягушек в кастрюльке. Способ номер пять. Обращаться к народу как к малым детям. В большинстве пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую публику, используются такие доводы. Персонажи, слова, интонация, как будто речь идет о детях школьного возраста, с задержкой в развитии или умственно неполноценных индивидуумах. Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблуждение слушающего, тем в большей степени он старается использовать инфантильные речевые обороты. Почему? Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то в силу внушаемости в ответ или реакции этого человека с определенной степенью вероятности, также будет отсутствовать критическая оценка, что характерно для детей в возрасте 12 или менее лет. Заранее наивные рассуждения и прописные истины, заложенные в политических речах, рассчитаны на восприятие широкой аудитории, которые уже применяются в выше и ниже описанные методы манипулирования ее сознанием. Еще вот мне известен такой вот ответный, да, такая ответная реакция человека, когда с ним так пытаются разговаривать, это проявление негативных эмоций. И сразу можно сказать, да, ну что ты злишься, вот я с тобой хорошо, а ты злишься. Вот я видел таких просто сущностей, их достаточно немного, слава богу. Но тем не менее они есть. Способ номер 6. Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления. Это вот он рядом со способом 5 идет. Воздействие на эмоции представляет из себя классический прием нейролингвистического программирования, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего. С другой стороны, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное, для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждения или устойчивые модели поведения. Заклинания о том, как жесток терроризм, как несправедлива власть, как страдают голодные и униженные, оставляют за кадром истинные причины происходящего. Эмоции – враг логики. Способ номер 7. Держать людей в невежестве, культивируя посредственность. Добиваться того, чтобы люди стали неспособны понимать приемы и методы, используемые для того, чтобы ими управлять и подчинять своей воле. То есть, отсутствие, да, человек не видит фактора среды воздействующего. Естественно, он не может определить и сформировать стереотип. Все, он заблокирован. Какая-то может быть полная функция управления. Полный ноль. Качество образования, предоставляемого низшим общественным классом, должно быть как можно более скудным и посредственным с тем, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные классы от высших, оставалось на уровне, которые не смогут преодолеть низшие классы. К этому относится и пропаганда так называемого современного искусства, представляющего собой течливость посредственностей, претендующих на известность, но не способных отразить реальность через те произведения искусства, которые не требуют подробного объяснения и агитации за их гениальность. Те же, кто не признает новодел, объявляются отсталыми и тупыми, их мнение широкой огласке не подлежит. Ну вот возьмите самый яркий пример, да, те же пресловутые квадраты Малевича. Просто кому-то нужно было выдать Нобелевскую премию в начале 20 века. Ну вот, Малевич говорит, изобрази какую-нибудь хреномундию. Изобразил. И говорят несколько штук. Смотрел я один из квадратов в Русском музее в Санкт-Петербурге. Способ номер восемь. Побуждать граждан восторгаться посредственностью. Вот, это очень мощный способ. Внедрять в население мысль о том, что модно быть тупым, пошлым и невоспитанным. Этот способ не разрывен с предыдущим, так как все, все посредственное в современном мире появляется в огромных количествах в любых социальных сферах. От религии и науки до искусства и политики. Скандалы, желтые страницы, колдовство и магия, сомнительный юмор. И полустилистические акции. Все хорошо для достижения одной цели. Не допустить, чтобы люди имели возможность расширить свое сознание до бескрайних просторов реального мира. Способ номер девять. Усиливать чувство собственной вины. Заставить человека уверовать в то, что только он виновен в собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возможностей, способностей или прилагаемых усилий. Вот, вот, вот. Очень часто замечаю, что на Нижнем Амуре у нас говорят, да вы все тупые, вы ничего не понимаете, мы, власть, так о вас заботимся. Такие пишем для вас замечательные законы, а вы тупые, ничего не понимаете. Мы для вас тут стараемся и т.д. При этом такие глазки честнючие делают. Прямо ой-ой-ой-ой. Прямо прослезиться хочется, думаешь, ну как же они же для нас, для нас, а мы-то ничего не понимаем. В результате, вместо того, чтобы восстать против экономической системы, человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем самого себя, что вызывает подавленное состояние, приводящее, в числе прочего, к бездействию. А бездействия ни о какой революции и речи быть не может. И политики, и ученые, особенно психотерапевты, религиозные деятели, применяют достаточно эффективные доктрины для достижения эффекта самобичевания пациентов и паства, чтобы управлять их жизнеутверждающими интересами, направляя действия в нужное русло. Здесь, в способе, вот в этом способе, интерпретирующем управление, так сказать, на Махомского, здесь встречается фраза, да, такая, «А бездействия ни о какой революции и речи быть не может». Вот здесь, вот здесь это очень так написано ярко, что многим покажется, да, о, это революция, но, понимаете, в основном, когда говорят о революциях, и нас зовут свершить революции, имеется в виду не революция, в смысле, что-то, да, ция, да, ция – это свет, а о геву, 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 ну, гевы такие, свет, гев, знаете таких, ну, вот, так что здесь в контексте надо революцию воспринимать в первую очередь в голове, что произошло определенное смещение вот этих вот точек соприкосновения с реальностью. Вот это мое понимание, потому что можно, конечно, этой статье приписать экстремистские нотки, но это опять-таки, если революцию воспринимать как геву-люцию, но мы же русские люди, революция, вот, есть революция, но нас зовут именно к геву-люциям, понятно, да? Тогда банда отморозков с пентаграммами на этих шлемах остроконечных, конечных буденышках, в ритуальной мясницкой одежде, вот, еврейских резчиков скота, они вот, ну, занимались своей непосредственной любимой работой в подвалах НКВД. Если бы не святой человек, который пришел и все это дело, вот, волей божественно остановил, тяжко бы нам пришлось, ребята. Поэтому не верьте, не верьте тех, кто зовет вас на баррикады и на всякого рода геву-люции. Итак, способ номер 10. Продолжаем. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. Это вот мы продолжаем. Последний способ управления массами. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. В течение последних 50 лет успехи в развитии науки привели к образованию все увеличивающегося разрыва между знаниями простых людей и сведениями, которыми обладают и пользуются господствующие классы. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии, система, в кавычках, получила в свое распоряжение передовые знания о человеке, как в области физиологии, так и психики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о себе знает. Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами. Спокойной ночи. Спокойной ночи.